123 дорожно-транспортных происшествий с участием детей зафиксировали сотрудники ГИБДД за последние месяцы в Самаре. В 35 случаях пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Один ребенок погиб. Начиная с сентября и по ноябрь у нас фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий, потому что в течение лета дети немного забывают правила дорожного движения, и пока втянутся в учебный процесс, повторяют правила дорожного движения, конечно, у нас наблюдается рост. В администрации Самары на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения, прошедшей под руководством первого заместителя главы Владимира Василенко, обсудили меры, которые помогут повысить безопасность на дорогах, в том числе и с участием несовершеннолетних. При этом сотрудники госавтоинспекции продолжают профилактическую деятельность, проводят совместные с родительскими комитетами мероприятия, родительский патруль, а летом на постоянной основе продолжает свою работу автогородок и лаборатория безопасности. Так, в июле-августе 2022 года было проведено 24 профилактических мероприятия с применением мобильного комплекса. В летний период сотрудники ГИБДД фиксировали и происшествия с участием самокатов. Чтобы ограничить места, где можно гонять на самокатах, городская администрация и частные организации, занимающиеся сдачей в аренду электротранспорта, летом подписали соглашение. Там указано, в каких зонах можно передвигаться на электросамокатах, в каких запрещено, а в каких можно ездить с ограниченной скоростью. Это соглашение применяется только к прокатным, к арендным электросамокатам. А есть еще, может быть, их не так много в сравнении, но они есть, это личные электросамокаты. Сейчас ситуация меняется. У нас в октябре принято изменение в правилах дорожного движения, которые действуют по всей стране и распространяются вообще на всех. В правилах дорожного движения после поправок появилась новая категория транспортных средств. В нее попадают электросамокаты, моноколеса, сегвеи и другие подобные индивидуальные средства передвижения. В связи с изменениями в правилах на совещании по обеспечению дорожно-транспортной безопасности обсуждалось введение новых дорожных знаков. Вопросы, связанные с обеспечением безопасности на дорогах, одни из самых приоритетных на сегодняшний день. Город растет и развивается. Движение как для транспорта, так и для пешеходов становится сложнее. При этом безопасность на дороге зависит от всех участников движения. Александра Гусева, Константин Головин. События.